приветствую вас всех мои дорогие друзья сегодня 25 сентября около трех часов утра в соединенных штатах не спится вот решил я сделать что-то вроде обзорной передачи для нас для армян я хотел бы еще раз сказать по какой причине я занимаюсь вот этим делом это ливону лобобян конечно и так далее вы прекрасно знаете кто я такой нет необходимости 10000 раз говорить ливону лобобян из нью-йорка эти передачи согласно мнению очень серьезных людей которых я знаю они необходимы кроме того они совпадают с моим желанием вносить лепту необходимую лепту в продвижение армянского взгляда на вещи в этом мире к сожалению меня нет англоязычной аудитории пока меня нет на все на это времени она гораздо тяжелее это англоязычная аудитория чем наша русскоязычные я бы сказал бы армянской русскоязычные армянской русскоязычной аудитории по всей видимости по всей видимости еще раз я не утверждаю, в силу того, что они, как правило, они живут на территории Армении, они живут в других условиях, в других странах, у них более открытое понимание, они более открытые информацией, которая вызывает последующие вопросы. Ой, боже мой, вы знаете, я не хочу растягивать эту передачу, вы понимаете, что мои передачи не носят политического характера, они не носят социального характера, они не носят никакого предрассудительного характера. Естественно, у меня есть своя точка зрения по поводу практически всего. Ну, подавляющее большинство людей не воспринимает мои идеи, и это очень хорошо, это очень хорошо, потому что, вот я вам расскажу небольшую историю перед тем, как я начну, я хотел бы сделать объявление и вступление. Ютуб, это организация, происхождение которой мне лично неизвестно, вы можете про нее прочитать на Викопедии и так далее, там, кто ее создал, кто за ним стоит. Мы на самом деле ничего не знаем по поводу Ютуба, кроме того, что нам вот рассказывают. Ютуб разрешает нам вот иметь эти возможности, дает человечеству возможности выступать на этих каналах, обмениваться мнениями, распространять цивилизацию и так далее, и тому подобное. У Ютуба есть просьба, и потом, после просьбы, возникает закон. Пожалуйста, ведите себя цивилизованно, люди. Как у них вот тут пишется, я сейчас открою, вот любую я открою, то, что пишет Ютуб. Мне, кстати, это очень нравится, то, что они пишут, очень мне это подходит, когда они пишут о том, что, пожалуйста, в ваших комментариях и так далее, будьте сдержаны. Remember to keep comments, respectful, and to follow our community guidelines. Запомните, следовать, держать ваши комментарии уважительными, это относится ко всем, и ко мне тоже, естественно. И следовать нашим, так как вот мы все называемся community, общество, как говорится, ну, предложениям. When you use YouTube, you join a community of people from all over the world. Когда вы используете YouTube, вы присоединяетесь к обществу людей со всего мира. The guidelines below help keep YouTube fun and enjoyable for everyone. Правила и идеи работы на YouTube помогают всему человечеству использовать YouTube для удовольствия и развлечения. Если вы видите содержание, которое нарушает наши требования, докладывайте об этом. Ну, ребят, вы не можете говорить, мы гости на YouTube, мы гости. Мы не можем YouTube говорить, что ему делать. Это он нам говорит, что нам делать. Я, например, согласен, так как я непрошенный гость на YouTube, выполнять его требования. Вот мне поступило несколько замечаний с YouTube. Я не думаю, что по поводу моих программ. Ну, просто вообще. Такие небольшие замечания. Вы знаете, я их очень серьезно к сведению принял. Я считаю, что они имеют полное право делать замечания. Всем. Не важно, ты кто. И если тебе не нравится, так уходи из YouTube. А нравится, следуй YouTube Community Guidelines. Вот и все. Вот они пишут. Sometimes content that would otherwise violate our community guidelines may stay on YouTube when it has educational documentary scientific or artistic context. Ну, иногда они разрешают это, если, точки-точки. Вы понимаете, если вы нормальные люди, живете в нормальном обществе, вы понимаете, что балом правит тот, кто балом правит, кто заказывает. Поэтому они вам найдут объяснение, по какой причине это можно, а то нельзя. Нам, простым людям, которые непрошенные гости на YouTube, нам надо себя правильно вести. Что означает, что вот, допустим, вот я сделал передачу и рассказываю какую-то свою точку зрения о чем-то. И нарушаю guidance. Если кто-то по этому поводу пожалуется, наверное, правильно и сделают. Понимаете? Другое дело, что YouTube, когда посмотрит на жалобы и увидит, что жалоба пустая, они это пропустят. Но очень важно, что я, по всей видимости, первый человек, пока что я как вижу, на YouTube. Я не блогер. Пожалуйста, меня с блогером не смешивайте. Я не блогер. Я Ливон. Ливон из Нью-Йорка, который любит свой народ и который будет всю жизнь делать что-то хорошее своему народу в той или иной форме. В данном случае, я считаю, вот в данном случае, на данный период времени, так как я не могу быть с Пашиняном, с Кочаряном, с Путиным, с Байденом и так далее. Ну, я не могу. Вы не обижайтесь там. С Зеленским, да? Я выражаю свои точки зрения армянина, который очень любит свой народ. А вот в этом мне ни Пашинян, ни Путин, ни вот вся остальная вот эта вот кочевая группа, какая там она есть, они мне не указчики. Я никого не собираюсь слушать, если я чувствую, что я люблю свой народ. И это то, что есть. А что, я должен у кого-то разрешили спросить, любить мне мой народ или нет? Итак, вот моя основная мысль, к чему я это говорю. Пожалуйста, у меня такая к вам просьба. Тем, кто пишет свои будем говорить политически корректно, невежественные, нецивилизованные комментарии. Прекратите это делать. Пожалуйста, если вы хотите писать что-то по делу, чтобы всем нам, всему этому миру, вот видите, Ютуб на моей стороне, а не на вашей, принести удовольствие, чтобы мы все, все, вот этот весь мир, получили что-то доброе от этого дела, вот видите, как Ютуб встал на мою сторону, не на вашу. Пожалуйста, не пишите мне невежественные, нецивилизованные комментарии. Я недавно делал программу с моим дорогим другом, очень интересным человеком, о котором вы все очень мало знаете, благородным Арамом и Картычаном, который живет в Германии, он часть правительства Западной Армении в изгнании, так что будьте добрые, отношитесь с уважением к вашим лидерам, хотя вы за них и не голосовали, а за кого вы голосовали вообще в своей жизни? Может за то, что вы голосовали, вот вы имеете то, что имеете в Арцахе, в Армении, в России, а я имею то, что я имею здесь, вот с этим вот, за кого никто не голосовал, но они говорят, что голосовали, и вот он у власти. Ладно, Америка это другая история, пока во всяком случае, пока ее не превратили, в очередной ад, те, кто занимается этим. Ну, не похоже, что в ближайшие десятилетия это произойдет, пока это не на руку. Итак, я думаю, в моем вступлении по поводу требований Ютуба я очень по-человечески объяснил, что будет с замечаниями, которые не являются продуктивными, направленными на, скажем, дружбу народов и так далее. Вы меня понимаете, да, куда я клоню? Делом займитесь, понимаете? Что касается специфических товарищей, вы уже от меня получили соответствующие действия. Я вас просто убирал. Не хотел, ну, не хотел убирать. Но вы, к сожалению, к сожалению, прекрасно понимаете, что вам этот канал нужен, потому что вы оттуда что-то черпаете для себя. Вы почему-то, вместо того, чтобы просто слушать, к примеру, или не слушать, к примеру, вы должны были гадить. Но когда вы начинаете гадить и говорить глупости, скажем так, видите, как красиво, глупости. Я вас убирал. А у меня другого выхода нет. Понимаете, здесь собрание армян. Это армянский дом. Оно для армян. И если есть люди, у которых все в порядке с головой, и по какой-то непонятной причине их интересует армянская цивилизация, армянские разговоры, приходите, слушайте. Только единственное, что мы, армяне, не нуждаемся в ваших комментариях. Понимаете, нам они не нужны. Нам не нужны ни хорошие, ни плохие слова. Так слушайте на здоровье. Это когда наши армяне, а это бывает очень, очень, очень редко, начинают безобразничать, тут возникает вопрос, является ли этот армянин здоровым? В буквальном смысле. потому что, вот, вот, зная о том, до какой степени сейчас все тошно, это ли не сигнал нездоровья тогда, когда люди только и говорят о том, что хангест, 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 хангест. разве это хангест? Поэтому, вот, мое начало, я думаю, я свое слово сказал, я предупреждаю тех, кто не будет участвовать в том, что хочет наш уважаемый YouTube и его администрация, я вас предупреждаю, что вас у меня на канале не будет. Вы теряете шанс приобщаться к этому к этому обществу людей, у которых есть определенного рода светлые мысли. Вот так. Это первое. Теперь я хотел бы продолжить с вами разговор с вами всезнайками и не обижайтесь, это политически корректное слово всезнайки. Вы же знаете, что армяне это всезнайки. Вы возьмите любого среднего армянина, он на все имеет ответ. Вот, допустим, в среде армян есть люди, которые называют себя атеистами. Правда? Есть. В среде армян есть люди, которые говорят, что они религиозные. Отлично. Смеюсь ли я над этим? Нет. А нравится ли мне это? Нет. Подтверждаю я этот факт? Да. Вот сами подумайте. Вот сами подумайте. Как может быть такое количество башков на земле, которые ведут эти массы людей бесконечными войнами и разногласиями? Что в этом ненормального? Мой башок лучше твоего башка? И во имя Иисуса Христа мы пойдем и убьем всех евреев и мусульман? А эти во имя своего Аллаха пойдут и убьют всех христиан? Ребят, вы понимаете, что с нами вытворяют или нет? Тогда, когда сама чистая религия, по всей видимости, совершенно замечательный инструмент контроля над человеческим зверем. Хотя он не работает. Ну вот возьмите наших крестоносцев. Сильно христианская религия помогла им не вести себя как звери. Ой, что ты говоришь? А может быть у мусульман противные мнения? Или может быть вот вы знаете о ком я говорю? У наших товарищей, которые нам не товарищи, как говорит Тюняев. Вы знаете, какое у них мнение по поводу всех остальных? В общем, это полная таз. Это полная таз. Это, конечно, ненормальное всё. Итак, дорогие друзья, мысль, человеческая мысль. Вот я с вами говорю, конкретно с теми, кто будет слушать эту программу. Вот у вас рождается мысль. Мысль рождается. Что значит мысль рождается? Откуда она берётся? Ну, ты понимаешь, что нет, не понимают. И вот в этом всё дело. И вы не понимаете, и наука не знает. Ну, и священник вашей церкви тоже не знает. Тот, у которого там контакты в местном ФСБ, ещё что-нибудь, как вот в России этот Кирилл. так говорят. Так говорят, ну, а что удивительного, когда вот существует этот Чингисхан, его правление, оно не изменилось ни в России, ни в Армении, ни в Грузии, ни в Азербайджане, ни в Турции. Пожалуйста, пожалуйста, не парьте, не парьте, диктаторство везде, кошмар, бандюги у власти везде. Итак, мысль. Откуда рождается мысль? Вот вам первый вопрос эзотерического характера, на который вы ответить не в состоянии. А можешь ты, Левон, ответить? Нет. Но остаётся только одно. Мысль порождается неизвестным. А продуцируется продуцируется материальными, электрическими, химическими сигналами в центральной нервной системе. Мы предполагаем, что это именно тут. Мы предполагаем. Ну и что мысль? Я хочу писать. Мысль. Мой организм захотел пописать. Мысль. Очень хорошо. Итак, я захотел пописать. Я иду к самым основам. Но для того, чтобы я пописал, мне нужно начать двигаться. Нужна побудительная эмоция. А вот откуда берётся эмоция? Является ли эмоция вторичной мысли? Или эмоция первичная? А потом появляется мысль. Если эмоция первичная, значит, происхождение эмоции тоже эзотерическое. Но это совсем глубоко, это слишком сложно. Особенно это сложно понять верующим людям. У них же всё по полкам расписано. Им дали Библию, Коран, книжку вот эту. Мозис, там то всё. И вот они долбят это дело вот по тем канонам, которые есть. Кстати, при этом они по какой-то причине не отказываются пользоваться салфонами. Ну, атеисты это вообще полный атеатр. Это конец света. Итак, что первая эмоция или мысль? Я хочу писать. Так, мой организм хочет писать, я об этом подумал. Значит, это уже материальная часть. Там что-то в мозгу произошло, и он мне говорит, мой мозг мне говорит, твоя биология требует чего? Туалета. Специально говорю в этих терминах, чтобы включить вас. Что дальше? Дальше эмоции. Надо бежать. А потом происходит этот процесс, в результате которого из мочевого пузыря удаляется избыток ненужного отработанного вещества, которое очищает наш организм от того, что может нас убить в противном случае. Итак, мысль. Откуда она берется, никто не знает. Ну, а если мысль не может превратиться в жизнь без эмоций, то эмоция, она возникает у какого-то неограниченного количества, очень ограниченного количества людей, которые начинают двигать мысль в сторону притворения, и вот эта вот эмоция поднимает этого человека, и он делает что? Он создает результат материального отражения мысли в этой жизни. Вот вам атеистическая часть. Единственная борьба противоположностей атеизма с религией. Вам религиозным это не нравится, вам атеистам это не нравится, а людям, у которых существуют простые вопросы, вот так, как у меня. Вот у вас мысль, а что за мысль, эмоция, а что за эмоция, действие, какое действие, а вот оно и действие есть. А что если у этой мысли нет эмоции, нет побудительной эмоции, мысль рождается, смотрите, какие слова в русском языке, мысль рождается, потом есть побудительная эмоция, а потом есть движение, действие. Задайте себе один вопрос, почему подавляющее большинство людей на земле имея мысль и свою личную побудительную эмоцию притворяет эту мысль через свою личную побудительную эмоцию в что-то новое, совсем не похожее на то, что делает большинство. Почему на этой планете большинство людей имеют мысль? Мы же не говорим, что у папуасов новой гвинеи мыслей нет. Конечно, не лезь. Но почему их эмоция, которая должна предполагать толчок этой мысли в атеистическое материальное пространство, не порождает ничего нового? Вы можете спросить, откуда ты знаешь, ты там живешь? Нет, я не живу, но нам известно на данном этапе, что они пока что, к сожалению, ничего. Так это папуасы новой гвинеи это такой же одиозный пример, как писать, идти в туалет, потому что это одна из основных потребностей кушать, пить и так далее. Почему 99-99% населения на Земле, имея мысль, не имеет побудительной эмоции, которая создает новое качество? Я хочу, чтобы вы об этом думали. Я знаю, почему, а вот вы об этом не задумывались. Следующий, следующий, мои друзья, искусственный интеллект. Я вот говорил, когда с нашим Арамом Макартычаном в последней передаче, как-то там получилось, мы подняли этот вопрос об искусственном интеллекте. Ребят, то, что управляет миром, я надеюсь, вы понимаете, что что-то таки управляет миром, правда, без конца создает нам какофонию разных идиотизмов, капитализмов, коммунизмов, социализмов. Она создает разного рода религии на протяжении тысячелетий, потом она заменяет, разрушает эти религии самым жестоким образом, создает новые религии, потом эти религии между собой сталкиваются и что-то друг друга доказывают, за ними идут массы людей, у которых есть мысли и у которых нет эмоций, которые создают что-то новое, которые в состоянии помочь интеллекту, который есть у всех, стать созидательным интеллектом, который отсутствует у 99% населения Земли. Ну, 98, 97, какая разница? Беда. Не бойтесь, не бойтесь, правда. Вам легче станет. И даже тем, кто не понимает меня сегодня, у меня на работе есть один совершенно замечательный человек. Он индейец по происхождению. Глубочайшая личность, в свое время он решил, что его назначение в жизни учить детей математики. Красавчик, Красавчик! Закончил педагогический там, как он рассказывал, здесь в Америке, институт. Он родился здесь, в Соединенных Штатах. Пошел учить детей и вдруг понял, что этого ему мало. Он хочет след оставить. И что он делает? он стал врачом. Он работает в системе скорой помощи, в системе скорой помощи, в системе критического людей, которые находятся в критическом состоянии. То есть умница страшная. Он очень хорошо знает устройство человека с точки зрения современной науки. он просто потрясающе знает вот то, что нам пока дано знать по поводу устройства человека и те, как говорят, модели, те средства, которые нам дают в руки, чтобы это дело использовать во благо человека и спасение его жизни, он знает очень хорошо. В то же самое время, когда я его спросил, а для чего вы стали врачом? он говорит, я не могу просто жить, я должен служить людям, и я не мог себе позволить быть всего лишь преподавателем математики в школе. Этого мне было мало. Очень душевный человек, очень добрый человек, потрясающе цивилизованный. Вы бы видели, как он с вами разговаривает. Ты не мог бы мне сделать одолжение мне ну-ка то-то, то-то, то-то. Точно так, как наши выскочки армяне и все остальные на интернете, которые друг другу желают и смерти, чтобы твои родители погибли. Ты такой-то петух, и ты такой-то это. Вы же знаете, да? Вы же знаете, о чем идет речь, вы все знаете, вы знаете. поняла, что у вас... к чему я это говорю? Он мне сказал интересную вещь. Он говорит капля, капля, капля воды, капля воды идет, идет, идет. Она точит камень, она точит камень. Образуются пещеры. Капля, 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 капля. так же и мы, дикое человечество, капля, 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 капля мудрости, информации, которая медленно и верно оседает, постепенно разрушает то естественное, что надо разрушить для того, чтобы человек открылся бы и понял, кто он. Неплохо. Значит, вы, армяне, все знаете, что у нас есть очень интересный человек Григорий Айвазян. Мне случилось с ним один раз разговаривать на его программе и отношусь к нему с большим уважением, потому что он ученый, как минимум, он умница. И наш Григорий Айвазян, я задал ему вопрос, что делать? И Григорий сказал, делать все, что только мы можем, каждый от себя на своем конце и не останавливаться, и не останавливаться. И вот это кап, кап, это капля, капля, капля от меня, капля от вас, капля от того, капля от этого. В результате откроет пещеры, пещеры знания, пещеры, которые заполнятся чем-то необыкновенным в дальнейшем для всего человечества, не только для армян. хорошо? Вот так. Что дальше, мои дорогие друзья, что дальше по поводу искусственного интеллекта? Ребята, ну вот вы сами подумайте, коли мы поговорили по поводу того, как работает мысль, какая электроника в состоянии создать мысль, которая создается по всей видимости извне? Какая электроника может создать эмоцию, которая по всей видимости или создается извне, или создается вторично? Мысли, которые созданы извне, а произведены на жизнь через гормоны, через электрические сигналы и так далее. Так вот, какая электроника имеет доступ извне? Вы понимаете, этого невозможно. Ну, а если это невозможно, тогда это баланда об искусственном интеллекте. Это баланда о новой религии, о новом туране, о новом том, о новом сё. Вот она будет идти наверх. Вот смотрите, коммунизм шёл наверх, апогеи достиг, вниз пошёл. Социализм шёл наверх, апогеи достиг, вниз пошёл. Капитализм шёл наверх, апогеи достиг, вниз пошёл. Османы шли наверх, османы бэ-тан-тан, дошли до пика. Потом то, что управляет миром, решило, что бестолковая идея, и их раз вниз. так вот, я ещё раз говорю, туран, эта идея, вот она вот, ребят, вы думаете, она вообще куда-нибудь придёт, ну достигнете, это так же вниз пойдёт. Вот смотрите, Советский Союз, этот фейк, который был создан, ну потрясающе вообще был, сделан всё это. Вы, вы, люди, вы серьёзно верите, что человек по имени Иосиф Джугашвили, он создал Советский Союз. Это он, его гений, превратил эту страну. Вы, ребят, серьёзно так думаете, а? Вам не страшно? Вам не страшно того, что вы ничего не знаете? Другое дело, что этот человек по имени Иосиф Джугашвили был пракси, то есть тот элемент, типа вы знаете, кого сейчас в Армении или, скажем, на Украине, или вот коллективный там в России, вы знаете, коллективный кто, ВВП. Вы понимаете, что эти люди, эти существа, они являются чем-то контролированным, чем-то, то, что нам не дано знать. Вы не знаете ничего, по поводу того, что происходит. Но вы делаете выводы. Так вот, и это накроется, и этот искусственный интеллект накроется. А знаете, что останется? То, что должно остаться. Почему? Я не знаю, я не хочу туда лезть, я кто такой? Но я говорю вам о материальных фактах того, что вот что-то по какой-то причине остаётся. а сирийцы где? Нет. Где римляне? Нет. Где эллины? Нет. А где армяне? Есть. А почему? Ну, ты понимаешь, да ничего я не понимаю. Вот эта параноидальная идея, опять-таки, пожалуйста, не судите меня за мои слова. Захватить Арцах любой ценой. Они его захватили пока? Нет. А как вы думаете, почему его не захватили? Не жили непонятно? Нет? А вы мне другое скажите. А вот столько они там трещат. Я вдруг сейчас отклонился по поводу того, что разоружили армянских террористов и так далее. А вы уверены, что их разоружили? Вы это видели? А что если я вам скажу, что альтернативные источники говорят, что они как сидели в своих окопах и так далее, готовые к вооруженному сопротивлению, так и сидят? Мы ничего по этому поводу не знаем. Сегодня я разговаривал с очень замечательным армянским интеллектуалом. А я не боюсь его имя назвать. Борис Северес. Замечательный человек. Умница наша, гордость наша. Я задал Борису вопрос. Понимает ли наш Борис что происходит в Арцахе? И Борис, у которого колоссальные связи, колоссальный интеллект и колоссальная информация, ответил мне Ливон, за последние три года Арцах для меня черная дыра. понимаете? Вот кого-то там спросишь, он там все знает, там все у него концы, у него люди сказали. Ребят, хватит, хватит. Вы должны понимать, что все очень, очень сложно и очень серьезно. и вы должны понимать, что то, что происходит сейчас, эти полдня, полтора дня, два дня этих зверских бомбардировок, вот эта фейковая война, которая, к сожалению, унесла много жизни с нашей стороны, это только начало чего-то большого, большого, большого. но теперь, если вы посмотрите обратно в историю за тысячи лет, вы увидите, что таких вот в кавычках бомбардировок по территории Армении было совершенно бесчисленное количество, но тогда они бомбардировали, ступали, резали там, дум, бам, бум, ну и что, и куда мы исчезли? Кто-то скажет, мы потеряли территорию, ну да, а мы куда исчезли? Мы вообще исчезли? Нет, мы расплодились и рассеялись по всему миру, но в силу своей весьма мирной природы, и я бы сказал бы, к сожалению, весьма исторически ограниченной природы, потому что мы не изучаем свою историю, мы не понимаем, что нам угрожает нашему существованию, мы ничего не делаем для того, чтобы это заблокировать, можем ли мы это делать? Конечно, можем, запросто. Один из самых простых моментов, как это сделать, плодиться в тех странах, где нам на данном этапе никто не угрожает. Почему нет? А что вот, мне кто-то мешал, мешал в свое время 12 детей иметь. Я что, хуже, чем эти хасиды, которые сидят на американском волфе и плодятся? то есть, я хочу сказать, мне не надо было бы этого делать, я бы зарабатывал достаточно на 12 детей. Вопрос в том, что разговаривайте сами с собой о наших проблемах и не надо ссылаться ни на этого, кто там во главе, ни на коллективную, ни на Америку, говорите сами о себе. Это мы на 50% виноваты в том, что мы не изучаем уроки нашей истории и не принимаем соответствующие меры для выживания. Для выживания. Вот обратите внимание, вот смотрите, раз мы уже отклонились чуть-чуть в эту сторону, мы очень яркий народ, очень яркий, и мы, часть нашего народа, они все очень любят показуху. От этого надо избавляться. надо уйти немножечко в тень везде, во всем мире. Надо перестать концентрироваться в большом количестве в определенных местах и привлекать к себе внимание, что вот вот эти армяне, вот они благополучно живут. Большая концентрация предполагает возможности террористических актов против нас, вы понимаете, для запугивания. Выпячивать свое армянское, выпячивать, вместо того, чтобы просто жить и делом заниматься, вот у вас два варианта, выпячивание или просто жить делом заниматься, я думаю, второе гораздо лучше, правда? И таких армян, которые не выпячивают свое армянское, а живут и жили и будут жить и делом заниматься, и приносить добро и себе и своим семьям, и всем остальным армянам, и всему остальному миру, достаточное количество среди нас. Учитесь от них. Хотите, я вам дам пример такого человека? А? Ливона Сарцаха, помните? Помните? Ливона, которого загубили. А кто его загубил, вы знаете, да? А? Азербайджанца? Нет, нет, ребят, нет. Тот, кто надо, тот его... Он был опасен, понимаете? Вы прекрасно знаете, кто его загубил. Он был очень опасен. Очень. Его влияние на умы, его пример высочайшего армянина был очень опасен. Власть продержащего в Армении в Арцахе. Ну, естественно, так как власть продержащего в Армении в Арцахе напрямую связана, вы прекрасно знаете, с кем и им тоже. Он был обречен только за то, что он есть. Вот такой, какой он был. Дать вам еще один пример. Гребекя, понимаете? И так далее, и тому подобное. Их очень много. И они шарахаются от всего этого. Они не знают, что ожидать от этого Чигисхана, который управляет Арменией и Арцахом. Пока. Что дальше? Так что искусственный интеллект это фейк. Успокойтесь. Следующее. Вот у меня к вам ко всем вопрос. Именно к вам вопрос. Почему кроме меня ни один человек не задает простой вопрос. Вот я читаю в литературе последний год международно признанная территория государства Азербайджан. Это они говорят про Нагорный Карабах, про Арцах. Они это пишут. Кто они, я тоже не знаю. А мы делаем вид, что этого нет. Кто сказал, что это международно признанная территория государства Азербайджан? Где этот документ его нет? Кто это постановил? Организация Объединенных Наций при участии всех стран мира, включая Азербайджан, Турцию, Грузию, Молдову, Россию, Армению и сам народ законного образования. А какое законное образование находится в Арцахе, которое наследник законного абсолютного образования Нагорно-Карабахской автономной области? То, что находится в Арцахе, это прямой наследник, законный наследник Нагорно-Карабахской автономной области. Так скажите мне, где этот документ? Покажите мне его. Международно признанная территория Азербайджана. Кстати, Азербайджан существует в том виде, что он существует вот-вот как раз после распада Советского Союза, сколько там, 30-35 лет, точно так приблизительно, как и это Армения наша, как и это Тарцах, это Грузия и так далее и тому подобное. То есть за эти 35 лет в мире произошли события, которые никому не известны, которые признали, введенные в предыдущее государство на правах автономии Нагорно-Карабахскую автономную область, они сделали, кто они, когда, где, территории Азербайджана, кто вам это сказал? Ну, если это так, я хотел бы это знать. Ну, а дальше идет следующий момент. Дело в том, что, как правильно заметил наш благородный Арам Макарта-Чан, вот возьмите народ Грузии. Ну, чисто вот, чисто вот для примера. Народ Грузии живет в государстве Грузии. Правильно? И очень хорошо, слава Богу. Кто является владельцем государства Грузии? А? Миллиардеры с негрузинской фамилией или грузинский народ? Кто является хозяином Российской Федерации? Коллективный Путин с его командой или, а вот теперь я скажу, великий русский народ? А теперь дальше. Я про Армению говорить не буду. Армения – это отдельный сложнейший разговор, я не готов к таким вещам. Нагорно-Карабахская автономная область предполагает по законам, существующим в этом мире, и которые не написаны ни русскими, ни азербайджанцами, ни турками, ни армянами, они написаны, эти законы и записаны миром, международным миром, международной юриспруденцией, что автономная область предполагает идею полной независимости от центральной власти. Может, это вам не нравится, может, вы об этом не знаете. Так каким образом автономная область Нагорный Карабах, которая совершенно независима от центральной власти, по всем законам и стандартам, которая находится в контакте с центральной властью только для того, чтобы создавать добро и автономной области, и центральной власти, разваливается так называемый Азербайджан, который просуществовал в 60-70 лет, она становится частью его территории. Где этот документ? А кто где документ, который подтверждает отмену права на самоопределение конкретного конкретной общности Нагорно-Карабахской вот этой вот комьюнити? Где документ, который говорит, что вам, мы, международное сообщество, запрещаем это? Такого документа нет? Ну, нет такого документа. Ну, сколько можно говорить? Где происходит легализация вот этих процессов? Нигде. И вдруг совсем недавно мы услышали, что тот, кто якобы представляет интересы армянства мира, ну, это точно, это же один из фейков, один из парадоксов, говорит, что Нагорно-Карабах это территория Азербайджана. Говори. Я могу, например, сказать, что Азербайджан это территория Нагорного-Карабаха. Я могу тоже глупость какую-то сказать. Я могу сказать, что Соединенные Штаты это территория Нагорного-Карабах. Ребят, слово ни одного человека, ни двух, ни трех, ни десяти, слово ни одного государства не имеет никакого значения, если она не проходит соответствующие процедуры в организации объединенных наций. А эти процедуры были осуществлены? Нет. О чем мы говорим вообще? Что происходит? Ну делайте выводы сами. Фейк. Я не люблю Трампа. Я знаю, кто он. Я не могу человека, который закрыл глаза на то, что перебили армян в Арцахе и не вмешался. А теперь мы, Америка, так, ребята, хватит. Но Трамп прекрасное слово вытащил. Фейк. Вот это все фейк. И он фейк, и все фейк. вы знаете, вы я хотел бы вам прочесть совершенно замечательное стихотворение. Именно сейчас я думаю, именно сейчас я думаю, время прочесть эти, по-моему, у меня два стихотворения есть от человека, имя которого мне официально неизвестно, которого я естественно обожаю и уважаю, который мне по моей личной просьбе прислал недавно следующее. Люблю Армению мою. Это в связи с этими событиями, которые сейчас происходят, чтобы люди, которые меня услышат из Арцаха, понимали, что никто от них никуда не отвернулся и никогда не отвернется. Это только начало огромного процесса, который приведет их к самоуничтожению, а нас наверное так и будем жить, как жили до сих пор. Мы по какой-то причине не собираемся улучшать свое существование, хотя у нас есть невероятные неограниченные возможности для этого. Но это отдельный разговор. Итак, «Люблю Армению мою». Люблю Армению мою. Она дает прилив энергии, когда я с нею состою в виденном поле в лоне церкви. Люблю родной Арцах Сюник. Люблю Котайк Ивай Адзор Люблю Лори Гекар Куник Люблю все то, что видит взор. Где горы будоражат душу, озера, где дают покой, в воде, в горах или на суше, пленюсь я этой красотой. Ведь это все мое родное, пусть я вдали живу сейчас, но путь на небо то седьмое в Армении лишь там с ним связь. Разбросан мой народ по свету, я добавлю слава Богу, в стране любой нашел причал, не променяв на всю планету души армянский ореал. Вдали от родины священной, мы отражением зеркал, живем отнюдь неполноценно, ведь разум сердцу уступал. Вдали от родины больней живем мы сердце из суша, и лишь в Армении моей сливается с телом душа. Потрясающе! А теперь еще одно стихотворение от этого замечательного человека. Может, он мне когда-то разрешит его имя назвать? Ереван. Мой делились херувимы учения, чьи твой дух хранит. От Александра Таманяна ты получил родной окрас. Твои туфовые румяна застыли в каменный палас. Тебя украсили из туфа, как город розовой мечты. В объятиях кружевного буфа вокруг тебя одни хребты. Неповторимый Ереван богов чудесные чудные дарования. Ты слово чувственный вулкан как идеал очарования. Ну что скажете друзья? Я надеюсь потрясающе. Вы знаете я так же как и все когда бывает такая возможность сажусь и по интернету иду слушаю. Естественно что-то с армянами связано. Смотрю на секунду. Я практически ничего не смотрю потому что мне ясно что происходит у меня нет вопросов. У матросов нет вопросов. И вот вдруг периодически я натыкаюсь на такие вещи и вы знаете есть среди нас совершенно необыкновенные люди и каждому из нас по этому поводу у нас у всех есть право говорить необыкновенные или обыкновенные есть у нас очень интересная очень умная очень неординарная женщина она выступает под литературным псевдонимом Инга Хасрова на мой взгляд человек невероятного созидательного интеллекта который который подпитывается ее эзотерическим ее доступ к эзотерическому к чему-то волшебному это на мой взгляд но человек необыкновенной эрудиции и необыкновенно глубокой души очень добрый очень светлый человек для которого не существует рас нации религии человек который живет для своего народа а через это живет для всего остального человечества на английском это называется righteous course и вот совершенно случайно я услышал следующее я хочу чтобы вы это послушали я остановлю это очень скоро я хочу вам дать послушать как как зло вот это и есть проявление мирового зла атакует эту замечательную армянскую душу вообще у ваших представителей я не оскорбляю народ среди вашего народа очень много хороших людей я их знаю но у вас принято можно я скажу у вас нет просто я вас выслушала выслушайте и вы меня у вас есть такая манера когда режут голову детям женщинам насилию вы это смотрите аплодируете пишите прекрасные радостные комментарии это вы считаете нормальной когда человек возмущается потому что у каждого человека если мы отличаемся от животных у нас есть инстинкт у нас есть любовь к родине к своим к своим корням правильно это же нормально правильно если человек дайте я скажу потом дайте я договорю потом вы скажете я не должна быть в окопах я женщина значит если убийство людей у вас считается нормой потому что это армяне ничего тут такого нет а если армяне это показывают миру и говорят посмотрите что делается с мирным населением их надо спасти вы угрожаете ФСБ вы такие провокаторы а что я провоцирую я что говорю идите убейте азербайджанцев я что провоцирую я говорю посмотрите что делают с людьми посмотрите вы знаете сколько таких предупреждений я слышала в мире я родилась я родилась вне Армении я представитель диастуры конечно вы знаете вы же мой канал смотрите я не скрываю я просто ваши глупости смотрю чтобы вы вы же взрослый человек вы тоже взрослый человек Он говорит этой замечательной женщине, этому писателю, этому поэту, этому провидцу, этому человеку, который насквозь видит все вокруг себя. Вы когда-нибудь поумнеете? Вот с чем мы имеем дело. Наверное, обижаться нам не стоит на это все. Она спрашивает, вы считаете нормальным людям голову отрезать? Он на это не отвечает. Да, дорогая Инга, да, нормально отрезать людям голову, если они особенно армяне. Нормально. Вот так, вот такая беда, вот такой кошмар. И вот с этим кошмаром мы имеем дело. Пожалуйста, не думайте, что тот человек, который разговаривал с нашей Ингой, он плохой человек. Это не то слово, которое определяет подобное поведение. Понимаете? Вот так вот. Поэтому, стоит ли продолжать говорить о том, что существует мировое зло? И это часть его. А что мы можем сделать? Каждый это делает, каждому этому отвечают на своем уровне. Инга, спасибо вам, что вы есть, дорогая. Итак, хотелось бы мне немножечко еще, ребята. Вот это было восьмое. А ну-ка, есть у нас дальше. Я безобразник. Восьмого двенадцатого был последний раз, когда мы читали с маленькой книжечки нашей Месропа Маштоца. Я продолжу чтение, чтобы это было бы что-то, понимаете, более образовательное. Оно переплетается вот с политикой всякой гадостями. Что первоочередной задачей Месропа была подготовкой юношей, владеющих армянским письмом, подтверждается другим свидетельством Корюна. Месроп создал армянские письмена и уже в Самосате, я не знаю, что такое Самосат, извините, проверил их пригодность, переведя и записав первое предложение в книге Притч Соломона. Здорово, а? И только после этого возвратился на родину. Побыв несколько дней в Агаршапате, он вместо того, чтобы здесь же начать обучение юношей и продолжить переводческую работу, отправился в стороны миров, маров. В стороны маров. Там он оставался и обучал юношей до тех пор, пока они глубоко вникли в законы и заветы Господа. И только после этого Месроп возвратился в Агаршапат и взялся за переводческий труд. Затем принялись они боготворным трудом своим за евангельскую науку переводить, переписывать, обучать. Сравнение этих двух фрагментов подтверждает, что для Месропа и Саака важнейшим и неотложным делом была подготовка молодых проповедников, владеющих армянской грамотой. Оба фрагмента не только доказывают это, но также взаимно подтверждают, что каждый из фрагментов на своем месте и правильно отражает последовательность действий в истории деятельности Месропа. И нет никаких оснований переместить назад второй фрагмент, как пытаются некоторые редакторы. Считая доказанным, что после получения Даниеловых письмен Месроп пошел необходимым испытать их, так как его вера была так велика, что он и не думал сомневаться или проверять их. Мы хотим особо подчеркнуть, что даже при желании их проверить он еще и не был к этому готов. Вот так, ребят. Он был образованным человеком, сведущим в божественной науке, хорошим проповедником и прочее, но еще не был фонетистом, фонетика. Он владел греческим, сирийским, персидским, читал и писал на этих языках, прекрасно знал родной язык, еще не имевший письменности. Посмотрите, какая историческая скромность тех людей, которые рассказывают про это, этих ученых наших, армянских. Естественно, что во время своей предшествующей деятельности, а также непосредственно после получения Даниеловых письмен, он и не задумывался над вопросом, какие звуки имел армянский язык. Были получены армянские письмена, следовало писать по-армянски, так же, как и по-гречески, и обучать этим письменам учеников. Именно во время этого обучения он постепенно пришел к заключению, что посланный Даниелом письмена не является армянскими буквами, а буквами какого-то другого языка. Таким образом, процесс обучения учеников Лемистропа стал процессом также собственного ученичества в изучении звуковой системы армянского языка. На этом, дорогие друзья, сегодня 9.25, вот я останавливаюсь, 9.25, чтобы продолжить эти чтения впоследствии. Хотел я вам что-то показать. Мне подарили эту книгу. Она просто подарок. Падение атаманов. Эту книгу написал некий Юджин Роган, автор книги, которая называется «Арабы». Естественно, разговор идет в целом об атаманской империи. В целом он идет об атаманской империи. Но концентрация этого разговора идет о падении атаманской империи, с которым очень связывают армян. Те, кому это выгодно. Эта предвзятость, это бесконечное желание, а я буду периодически из этой книжки подсчитывать вам эту провокационную информацию, делала все для того, чтобы создать впечатление, что миллионы армян, которые жили на территории Западной Армении, планировали свержение турецкого правительства. Ну, я вам такую вещь скажу, ребят. Три миллиона армян, которые сегодня в Российской Федерации живут, они тоже планируют свержение власти коллективного Путина? Да или нет? Ну, сейчас вы скажете, Леон, ты что, сумасшедший? Вот именно. А вот 150 тысяч армян, которые живут на территории Грузии, они тоже планируют сброс грузинского правительства? Скажешь, Леон, ты что, чокнутый? А 150 тысяч армян, которые живут в Иране, они тоже планируют сброс иранского правительства? Нет? А как насчет, вот, говорят, миллион, полтора миллиона армян, которые живут в Америке? Мы тоже планируем сброс американской власти? А? Ты что, Леон? Чего ты, Леон? Откуда вы знаете? С чего вы решили, что армяне, миллионы армян, которые жили на территории Западной Армении, они не получат от меня это слово, Османской империи? Пошли они. Я еще раз говорю, вы что, серьезно думаете, что им было больше делать нечего? Вот, они себе живут, у них жизнь, они просыпаются, пьют свой кофе, идут, торгуют, едут куда хотят, чем хотят, но они платят эти налоги тем, кто их захватил, и их это устраивает. Устраивало ли бы это меня? Нет, конечно. Нет. Я бы там среди этих представителей Алтая не жил бы. А вот они решили, что это нормально, так как это их дом. Мой папа тоже считал, что город Баку – это его дом. Ну, чем это кончилось? А я говорил, пап, нет, это не дом. Это скоро будет ад. Что и случилось. Итак, поэтому вот этот вот умник, мне интересно знать, кто он. Юджин Роган. Мне интересно, очень интересно знать, а кто такой Юджин Роган? Кто он такой? Вот я сейчас подумаю. Он пишет книгу об атаманской, о падении атаманской империи. Тебе это надо. Вот, Юджин, кто ты там такой? Вот тебе, тебя очень интересует атаманская империя? Тебе это надо? Почему тебя вдруг заинтересовало? Американ историан. Ну-ка, вот он вылез. Юджин Лоренц Роган. Опс! Запомнили? Юджин Лоренц Роган. Вы меня поняли, о чем я говорю? Вы поняли вообще, да, о чем я говорю или нет? Мало информации по нему, но Юджин Лоренц Роган. Женушка у него некая Нга-Ай-Ай-Ай-Ай-Вудс. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, что вот это. Что его жена, это тип еще тот. Я его сейчас вам покажу. Вы сделайте вывод сами. А-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Ребят, вы знаете, кто был обловатник? Вы слышали о ней? Да или нет? Ну, хорошо. Вы знаете, кто такой был обловатник? Все знаете. Так вот. Нгаири Туи-Вудс is a founding dean of the Blavatnik School of Government and professor of global economic governance at the University of Oxford. Нгаири Туи-Вудс of the University of Oxford основатель школы Блаватник в институте, профессор Глобального института экономического контроля. Она родилась в Новой Зеландии Она родилась в Новой Зеландии Ну, у нее есть соответственная физиономия человека Из Новой Зеландии Так Джин Роган Ага Никакой информации, ребят Вот я вам ее рожу покажу Чтобы вы видели ее на всякий случай Вот она Сейчас она там вылезет Вот она, Юджин Роган Не Юджин Роган, а это Блаватник Его жена, я извиняюсь Я уже все напутал Вот его жена А сам Вот она, вот она красота Блаватник А вот теперь мы идем к этому красавцу Вот посмотрите на его лицо И скажите мне, кто он Ну, скажите мне, не бойтесь Поняли? Вы поняли, кто он? Хорошо? Тебе Эти Атаманы и арабы нужны? Почему ты о них пишешь? Юджин Лоренс Роган Ну, в общем, я к чему говорю Мы Раз ты уже затронул Историю Атаманов Так Значит Ты вынужден был затрогать Историю армян И тебе Замечательному Гениальному Человеку Дано право Подавать идею Я вам буду Зачитывать от него Подавать идею Что практически Армяне Османской империи Хотели перевернуть Османскую империю Вот точно так Как армяне В Краснодаре сегодня Лей пей таш туш Хотят Власть Владимира Путина Перевернуть Ребят Вы че, ребят Были какие-то там Дела и так далее Кто-то чем-то занимался А кто говорит, что этого не было А что в этом ненормального Люди Это их природа погана Они хотят то Они хотят это Они, кстати Якобы из-за этого Получили геноцид Нет, геноцид они не получили Из-за этого Нет Геноцид имеет Очень много серьезных причин Итак Я вам показал Григориса Балакьяна В 1913 году Армянского священника Балакьян был Один из 240 Армянских Лидеров Которых арестовали В Стамбуле В ночь на 24 апреля 1915 года Он каким-то образом Не погиб Он является свидетелем Армянского геноцида Которое он описал В произведении Которое называется Армянская Голгофа Я закажу это дело Армянин Голгота Итак Несчастливое армянское Общество В Стамбуле Играло Большую роль Дав поддержку Врагам Османов Вот этим вот Союзником их называли Против Значит Врагам Османов И немцев Григорий Сбалакьян Был армянским Священником Который изучал Теологию В Берлине В 1914 В 1914 В 1914 В 1914 В 1914 В 1914 Когда разразилась Война в Европе Причины этой войны Вам неизвестны А мне известны А вам неизвестны Вы армяне Не знаете Почему случилась Война в Европе Может очень мало Кто из вас знает Почему А я знаю Почему она случилась Я просто об этом Говорить не буду Вы смотрите На это дело Так Случилась война В Европе Закончилась война Так Война закончилась А что потом Произошло Вот так Понятно Почему была Война в Европе Вот так Как раз В это время Он возвращался Из Европы Значит В Стамбул В Константинополь Тогда он назывался Константинополь Уважаемый Роган А не Стамбул Это был Константинополь Тогда Армяне в Берлине Пытались Воздействовать на Балакена Неправильным образом Многие советовали мне Это его слова Отправиться на Кавказ И призениться К армянских волонтерам А потом Пересечь границу В сторону Турецкой Армении Вместе Вторгающимся На территорию Это территория Русской армии Балакен Не хотел Ничего подобного Он видел В этом Угрозу Гораздо большую Армянским Комьюнити На Востоке Чем Пользу А его друзья В Берлине Отнеслись Отрицательно К его Мыслям Пойбанные В своем Националистическом Сентименте Они Эти умники Думали Что это их Историческая Возможность Освободиться От Турков Когда Балакен Прибыл В Стамбул У него Был разговор С Османской Сатаманской Миграционной Службой Так как Он вернулся Из Берлина И он Выразил Свою Поддержку Германии В ее Военных Усилиях На турко-германском Фронте Один из Представителей Таможни Предупредил Тепло Встретил Высказывание Балакена Преданности Вот этому Всему И сказал Армянскому Священнику Эфенди Сообщите Своим Армянским Компатриотам В Константинополе Вот Наконец Он употребляет Слово Константинополь Взгляды Которых Совершенно Противоположно Вашим Дайте Им Небольшой Совет Что Эта Любовь К России Нанесет Им ущерб Они Пошли До такой Степени Далеко В своей Любви К русским Французам Англичанам И так далее Это Говорит Официальный Представитель Миграционной Службы Нашему Священнику Что Один День Что Якобы Один День Русские Выигрывают И так далее И тому подобное Это Очень большая Искренность Со стороны Армян В результате Будет им Очень дорого Стоить Когда Балакян Прибыл В Стамбул Он увидел Подтверждение Того О чем Его Предупреждал Офицер Иммиграционной Службы Я хочу Вам сказать Ребят Вообще Книга Вся Построена На том Она В буквальном Смысле Построена На том Что Армяне Пытались Перевернуть Османскую Империю Понимаете Весь народ В этом Обвинять Ну Я зачитал Что-то Теперь хочу Вам еще раз Показать Что-то То, что я Показывал До этого Это То, что Большинство Вас не знает И знать Не хочет Как всегда Вы же все Знаете Вы все Знайки Вы все Знаете Хочу Хочу Я вам Прочесть Интродакшн Интродукцию Профессора Харри Прозен По-моему Харри Прозен Из Голландии По-моему Он психиатр Вот Пишет Профессор Антони Барнет Он Зоолог И автор Он пишет По поводу Эти книги Сейчас я вам Что-то прочту Во всей Истории Записной истории Существует Два или Три человека Которые В состоянии Были Мыслить На этой Шкале По поводу Человеческого Состояния Ребята Это очень важно То, что я вам Сейчас читаю Я знаю Что 90% Меня сейчас Услышат Так и не поймут Для чего Я это читаю Ладно Я хотел бы Подчеркнуть Необыкновенное Значение Того, что Австралийский Биолог Джереми Грифис Достиг Своей Книги Эта Книга Приносит В мир Совершенно Все пробивающее Биологическое Объяснение Человеческого Состояния Вы можете В кавычках Взять Психоз Чтобы вы уже Знали О чем О чем Речь идет Это Holy Grail Of Insight Humans Have Sought For The Psychological Rehabilitation Это Чудесная Магическая Чаша Чаша Которую люди Искали Все эти Тысячелетия Для психологической Реабилитации Наших людей Наших Людей По всему миру Эта книга Приносит Информацию Которую Успокаивает Всех Которая Дает Надежду Людям Которые Жили Всем Рассам Которые Жили В бесконечной Надежде Верии И доверии О том Что Один день Объяснение Тому Что происходит Будет Найдено И об этом Люди думали Два миллиона Лет назад Поэтому То что в этой книге Описано Является Наиболее Потрясающим Сообщением В человеческой Истории Я как-то раз Читал Выдающихся Философов И каждый Из этих Философов Давал Объяснение Того что Происходит На очень Небольшом Своем Участке К сожалению Не в состоянии Перенести Это на весь мир Но никто До сих пор Не сложил Все эти Маленькие Куски Вместе И создал Соответствующую Систему Которая В состоянии Была бы Объяснить Что таки Все таки Происходит Ну Знаете Это больше Не тот Случай Что был До того Когда Джереми Гриффитс Объяснил С помощью Естественно Психиатров И психологов Универсальную Модель Которая Объясняет Human Condition Человеческое Состояние Это то Что Всегда Было Вопросом Для нас Good and evil Добро и зло Он проник В глубину Этого всего И пришел К ему заключению Что все то Что мы На сегодняшний день Никак не можем Объяснить Индуцируется Психиатрическим Состоянием Которое Называется Human Psychosis Человеческий Психоз На этом я хотел бы Закончить Мою передачу Дорогие мои Не обижайтесь На меня Не обижайтесь На то Что Я не распространяюсь На темы Которые Вам бы хотелось Чтобы я распространялся И говорил бы О том Какой хороший Шашлык Какие красивые Песни С утра до вечера Как там Там Замочить Кого-то Убить Кого-то И так далее Я вам говорю О том Что У армянского Народа Нравится Это кому-то Или нет Существует Предназначение В истории Человечества Я не знаю Что это за предназначение Но тот факт То, что Мы до сих пор здесь За тысячи лет И мы не только здесь Мы не меняемся Мы сохраняемся И не капитализм Не социализм Не рабство османов Не аферы и фейки Сегодняшней власти В Армении В Арцахе Управляемые извне Не Чингисхан Коллективного Путина Не христианство Не мусульманство Ничего не может Изменить Сути Армянского Человека Почему? И почему Мы являемся Той целью Которая То Ничтоже Сумяшееся Сумасшествие Изне Пытается Сематически Уничтожить И постоянно Терпит На этом пути Поражение Постоянно Терпит Поражение Я должен Закончить Эту программу Мне нечего Больше сказать Вы сами Думаете Кап 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 Кап